Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги Бытия Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет В 15 главе, наверное, самое главное во всей книге Аврам заключает договор с Богом Ведь Ветхий Завет — это прозавет В 15 главе Бытия он заключен, завет Бога с Аврамом До этого был завет с Адамом, но Адам нарушил его практически сразу Съев плодов запретного дерева Завет с Ноем, но он касался всего человечества И был таким, ну, довольно зыбким, да? То есть мало что туда входило А вот с Аврамом очень конкретно Его потомство заселит всю эту землю, по которой странствует Аврам На данный момент его потомство равняется нулю У Аврама нет детей, он бездетен И он уже в преклонном возрасте Так что, ну, надо же что-то с этим делать Потомства-то нету, как быть? Сара, жена Аврама, была бездетна У нее была рабыня, египтянка по имени Агарь И Сара сказала Авраму Господь не дает мне детей Живи с моей рабыней, может, хотя она родит мне сына Надо сказать, в те времена это было совершенно нормально Как рабыня, скажем, за свою госпожу Там молола муку, пекла хлеб Там занималась уборкой Точно так же она и детей могла родить за нее Так что это будут дети ее госпожи Хотя физически рожать будет рабыня Аврам послушался Сара Она отдала ему в наложнице свою рабыню, египтянку Агарь В ту пору минуло уже 10 лет, как Аврам поселился в Ханаане То есть давно уже и договор этот был заключен А все никак нету результата Аврам стал жить с Агарью, та забеременела И стала смотреть на госпожу свысока То есть понятно, у нее будет ребенок от господина А у госпожи нет Ты в ответе за мое унижение, сказала Сара Аврам И отдала свою рабыню тебе в наложницу Она забеременев смотрит на меня свысока Пусть Господь нас с тобой рассудит Твоя рабыня в твоей власти, ответила Аврам Поступай, как тебе угодно И Сара стала так притеснять Агарь, что Агарь убежала от нее Слушайте, они же ведут себя некрасиво, не правда ли? Сара привела сама Агарь, чтобы Аврам с ней жил Аврам согласился это делать И теперь Агарь у них виновата Ну ладно, она себя, может быть, тоже привела некрасиво Но после этого так пренебрежительно к ней относиться И никто ее не защитил А вы знаете, вот нету у Аврама и Сары Нету идеалов для подражания Нет поведения, которое всех удовлетворит Да? Вот в чем-то они тоже не правы И тем более в те времена Рабовладельческие Собственно чувства рабыни абсолютно никого не интересуют В пустыне у источника на дороге, ведущей в Шур, нашел ее ангел Господень Агарь, которая бежала от госпожи И спросил Агарь, Сарина рабыня, откуда и куда ты идешь? Ты ответил Я бегу от Сары, моей госпожи Ангел Господень сказал Вернись к госпоже и покорись ей Я сделаю твоих потомков столь многочисленными, сказал ангел Господень Что их и сосчитать нельзя будет Ты беременна, сказал ангел Господень У тебя будет сын Зови его Измаил Ибо в беде твоей Господь услышал тебя И Ишмаэль, это услышал Бог, похоже на такое выражение Сын твой будет, что дикий осел Он на всех, все на него Будет он жить в раздоре с братьями Такое довольно жесткое пророчество Кстати, Измаил, измаильтяне Так считается, что это предки арабов Измаил и, соответственно, его потомки Господу, который с ними говорил Агарь дала имя Ты Элруи Это означало Я воочию видела видящего меня Элруи, буквально Бог, видящий меня Потому-то колодец называется Бер-Лахайруи Но буквально колодец живого, видящего меня Он находится между Кадешем и Бередом Смотрите, для Агарьи Это просто поразительно, что Бог ее видит Ну, для нас это, кажется, просто констатация факта Бог всеведущий, всевидящий, всезнающий Ну, такие общие слова о Боге, да? Но, слушайте, представьте себе, что вот Ну, пусть к вам не является не ангел Господний Пусть к вам является там лично, я не знаю, президент Король какой-нибудь страны Разве это не удивительно? Для нее, для простой рабыни, еще более удивительно, что к ней является ангел от Бога Что Богу не все равно, что с ней происходит Что он устраивает судьбу ее ребенка Вот это тоже удивительная вещь Которую мы находим только в Ветхом Завете У древних народов Конечно, отношения с Богами выстраивают жрецы, цари, герои Какие-то очень важные люди Женщины, в общем, там Ну, к женским божествам женщины обращаются Ну, женщины там глубоко на втором, третьем, десятом месте А простой человек, тем более женщина-рабыня Это вообще никто, да? И вдруг оказывается, что договор Бога с Авраамом Захватывает людей, которые вокруг Авраама Пусть он не относится к ним напрямую Но они тоже включены в какие-то очень яркие и важные заветные отношения То есть это не просто люди, которые там, ну, как мусор под ногами А для нормального ближневосточного правителя В общем-то, его рабы есть мусор под ногами, расходные материалы А они тоже вступают, пусть через Авраама Но в какие-то личные отношения с Богом Мы говорили, не мы говорили, текст говорил Мы обсуждали, что Авраам становится благословением для всех народов земли Для начала он становится благословением для тех, кто рядом И если в жизни человека действует Бог То это неизбежно касается и тех, кто рядом Даже если сам человек далеко не идеально себя ведет Как Авраам, в общем-то, по отношению к Агаре себя ведет некрасиво Агар родила Аврааму сына И Авраам дал ему, своему сыну от Агареми, Измаил Интересно, она его как-то убедила дать это имя Ведь ей это ангел имя открыл В ту пору Авраама был уже 86 лет Ну, да, последняя надежда мужчины И то запоздала Казалось бы, на этом все Надо уже, чтобы хотя бы от Измаила Какое-то потомство он получил Ну вот, вскочил в последний вагон Да, 86 лет стал отцом Но это еще не конец истории Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!